добрый день дорогие друзья категорически вас всех приветствую и вновь с вами господин аркадий единственный и неповторимый любимый и всеми обожаемый и сегодня мы исполняем в принципе каждый раз одно из ваших пожеланий это гайдик на гэлэйва лесной гэлэйв достаточно редкая хотя очень странно почему редкое явление потому что все равно достаточно интересные персонажи достаточно с хорошей механикой правда может быть не такой сильный как некоторые персонажи но все равно имеющий и место свое быть как видите вот сразу же с первого уровня на ребята вместе с это тайгризом забирают противником неаккуратно подошедшего в кусты хотя вроде бы был на своей территории но именно вот такой вот врыв делает делает гэлэйва гэлэйва и так давайте пройдемся по способностям самого гэлэйва врожденный навык охота на слабых критические удары гэлэйва наносит урон по четырехметровому конусу перед ним и не она получает половину урона да это как раз таки одно из немногих вещей которые делают гэлэйва гэлэйвом то есть гэлэйв за счет того то что своими критическими ударами наносит урон по конусу именно за счет этого неплохо были быстро настакивает bp при помощи этого можно пользоваться и быстро насакивать быстро наносить урон по всем врагам на которые находятся рядом с вами поэтому аккуратно пользуйтесь этой способностью поэтому в криты можно тоже собираться первая способность это форсаж гэлэйв ракетной ракетой проносится в выбранном направлении нанося урон всем врагам на своем пути и следующая базовая атака заменяется мощным взрывом который отбрасывает жертву на 5 5 метров назад и ненадолго оглушает ее а вот это вот как раз таки основная способность гэлэйва которая призвана наносить основной урон и в принципе признана не только уточни урон наносить но и основная escape обилкой основная гип клаузер обилка основная обилка для контроля мы выбираем точку перед гэлэйвом гэлэйв совершает рывок по прямой линии в этот момент пока он пролетает по всем по кому он пролетает наносится кристальный урон и в конце заряжается атака атака нанесет мощный удар и цели полетит в противоположную сторону от удара то есть если мы заходим за спину и кидаемся в сторону башни то само собой противник полетит в сторону башни улетает достаточно давно плюс еще оглушается то есть можно сбивать некоторые способности которые и смеют эффект ченнелинга вот и самое главное гэлэйв при помощи этой способности перелетает сквозь стены можно поэтому выбегать на ганге при помощи этой способности из совершенно необычных мир стен там где враги у вас не будут ожидать ну и само собой догонять врагов убегать от врагов то есть если за вами видят какая-то погоня вы просто отпрыгиваете назад и если кто-то из противников успевает все таки давай до вас дайте просто пинаете его обратно в сторону откуда откуда он бежит именно поэтому глэйв является одним из самых сильных сплитпушеров потому что его очень трудно поймать при такому такой вот жуткой мобильности плюс глэйв еще является неплохим гангером для тонких героев за счет своего мощного бурстового урона и так перейдем ко второй способности крученый удар глэйв момент моментально наносит критический удар на вроде бы скромненько ничего такого но эта способность моментально обновляет куда у наших автоатак это умение наносит оружейный урон на мост на можно носить и бонусный урон от кристалла при наличии кристальных предметов это умение задействует эффекты базовой атаки постоянно увеличивает шанс критического уровня удара и нанесение урона по площади для базовых а так а так то есть в принципе прокачка этой способности увеличивает на урон по конусу от врожденного навыка плюс еще увеличивает критический шанс при максимальном фасе форсирование увеличивает на 30 процентов в принципе неплохой такой boost но коронность то есть тут будем уже выбирать что либо коронная либо это это способность ну и коронная способность песни крови вы наносит мощный круговой удар своим топором по 5 3 метровой дуги урон зависит от количества накоплений песни крови при этом все накопления пропадают постоянно глэйт получает накопление крови базовой атаки получаю базово атаки и получаю урон от них всего до 20 накоплений то есть при получении урона и при нанесении каждое накопление дает бонус к вам пире изму в принципе особо сильно эта способность ну давайте я вам расскажу то есть каждое накопление дает 1 и 2 вампиризма то есть при максимальном стаках это дает дополнительно 24 процента вампиризма что достаточно неплохо для глэйва при прокачке этой способности увеличивается по факту только урон при круговом ударе ну и само собой уменьшается им кулдаун на него хотя куда он нет там расход энергии повышается базовый урон давно только только то что по факту только урон увеличивается поэтому старайтесь всегда максимально держать максимальное количество стаков песни крови это будет повышать вашу выживаемость ну и все прочее и так давайте к прокачке форсаж конечно как вы понимаете прокачивать вне очереди и обязательно максимально а далее мы уже будем смотреть по ситуации если вам нужно немножечко больше именно урона с песни крови тогда прокачиваем коронную способность но я бы вам советовал прокачивать пассивку второй скилл потому что во первых это дает моментальный откат в базовой автоатаки то есть вы моментально можете нанести еще одну тычку плюс дает увеличенный урон по конус винного по врожденному навыку поэтому мое предложение прокачивать первую способность коронную способность прокачиваем на шестом десятом уровне ну и остальное максим нашу способность бы итак а давайте перейдем к сборочке так как глэйв является достаточно неплохим врывающимся героем это лучше всего конечно же использовать бурстовые предметы и само собой все-таки чтобы не быть потом в лейте без полезным героем само собой один предмет нас таки нам будет необходим итак какую сборку я вам предлагаем предлагаю собрать арбалет это позволит нам более агрессивно чувствовать себя early game и плюс пробивание по тонким героям второй предмет мы собираем топор топор ну просто флэтовый увеличивать наш урон третьим слотом мы будем закупать бп для того чтобы у нас таков все урон за счет того то что мы можем нанести очень много брустового урона бп очень быстро настакается но дальнейшем чтобы у нас уже просто был урон ну а дальше уже все-таки так как мы врываемся в гущу событий и выживать нам все-таки потребуется тогда мы собираем два дефовых предмета это эгида и атлантов наплечник атлантов наплечник нам нужен для того чтобы сразу же при врыве можно было его прожимать и давать замедление автоатак по керри противникам очень удобно для ботинок мы берем алкионовые лабутены позволяет нам уменьшить кулдауны на наш форсаж плюс повысит наш монореген что тоже немаловажно потому что форсаж требует очень много маны и дополнительный монореген никогда не будет лишним вот что касается закуп есть конечно закупы через чародейские клинки на ней этот билд призванный для того чтобы наносить просто бурстовый урон вы не стакаетесь ничего вы просто постоянно спамите форсажем за счет того то что там у вас очень маленький кулдаун получается на него ну и в принципе все вот это что касается у нас сборочки а теперь давайте перейдем вообще к геймплею вы с кем хорошо глэйв себя чувствовать с кем грим и глэйв чувствует себя плохо ну так как это все-таки лесной глэйв то есть мы стараемся так точнее давайте самое главное скажу глэйв является самым толстым базовым героем то есть по количеству здоровья глэйв один это самый толстый персонаж даже финн будет немножечко похудее глэйва финн конечно же более бронированный но глэйв у глэйва большое количество здоровья именно это позволяет глэйву вытанчивает очень много урона в early game ну и вы видите то же само собой и поэтому даже небольшое количество дев предметов позволяет ему быть неплохим фронт-лайнером плюс еще наличие форсажек как дает ему дополнительную способность к дизингейджу к наоборот к энгейджу то есть в разнообразные методы врыва поэтому глэйв будет неплохо себя чувствовать с ассасинами разнообразными которые могут неплохо провести какую-то дополнительную агрессию вместе с ним поэтому кошка така и риза и другие персонажи могут неплохо ему подмочь само собой глэйв будет неплохо чувствовать себя с хорошими магами гипер керри то есть за счет того то что вражеские керри будут стараться где-то стоять позади ну а вы можете выталкивать их к своим гипер керри к тому же самому ринга гон гвен варе селести самуэли но и подталкивать их к вы из-под защиты их них кочевников и танков на растяжение на растяжение ваших керри поэтому само собой плюс еще можно рассмотреть такие варианты как отталкивание в стенки разнообразные имеется стенки ваших героев то есть стенки ордана стенки лиры допустим еще можно если вы совсем профессионалы то откидывание через форсаж в лужи кэстро но это надо быть совсем совсем профессионалом потому что ну подгадать куда поставить лужу ваших кэстро но все равно и в принципе это можно придумать сделать да вот я припоминаю сразу же игру когда мы играли против глэйв и ордана но это был просто конечно страшно ордан ставил клетку глэйв просто выкидывал автоматом противников в эти клетки стенки то есть ну давал дополнительный урон и оглушение даже если вы не хотели особо сильно выходить из этой клетки да что вообще касается ну вообще так с кем плохо получается играть глэйв и с кем против кого ему тяжко себя чувствуется против толстых персонажей клэйв вот именно в этой сборочке является полуассасином полу брузером то есть мы как бы влетаем в сам врага и пытаемся нанести как можно больше урона но при этом если глэйв встречают достаточно тонковитые герои которые сами могут неплохо надамажить но и в крайнем случае убежать от него то ему становится очень грустно и печально поэтому виде глэйвом во вражеском пике берите тонн толстых брузеров которые могут желательно еще и обладают способностями для из кейва то есть как видите в этой игре против глэйва нету толстых танков то есть тут единственный кто может потанчить это орда но в это кочевник то есть он в любом и должен это уметь делать то есть такие персонажи как джоуль рона тони являются неплохими контрпиками для глэйва за счет своей толщины то есть вы они могут вытанчивать урон но плюс само собой имеют врожденными навыками для контроля и поэтому могут неплохо наносить ему ответного урона вот видите даже батис пытается что-то делать но вот конечно у него протанчу по тауру но покончил жизнь самоубийством вот то есть смотрите в этом плане плюс само собой контроль если глэйв врывается и вы успеваете дать им какой-то контроль то есть та же самая катрин а стеночки от лиры и ордана тоже неплохо будет помогать но стеночки от лиры и ордана очень трудно поставить потому что но стоят они достаточно недолго а глэйв форсаж у глэйва при форсировании откатывается очень очень быстро ну то есть такие вот типа теоретически возможно ну и раньше считался основным контрпиком глэйва это было альфа альфа была контрпиком глэйва за счет своей мобильности то есть глэйв как бы ее откидывает она обратно к нему прилетает при помощи первой директивы при помощи разгона ядра перезагрузки ядра и поэтому раньше считалось то что всегда можно было увидеть в пике глэйва пикнуть альфу и в принципе будет хорошо но сейчас альфа уже не то да и глэйв тоже немножечко не тот и поэтому можно конечно пикнуть то есть по механике конечно же альфа продолжает контрить но в текущей мете конечно же альфа будет гораздо сильнее надо гораздо 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 сильнее да и так давайте уже в принципе мы рассмотрели уже и сборочку мы рассмотрели пики контрпики конечно надо же было бы как-то более конкретно но у меня как обычно в теории вам все рассказываю надеюсь вам так вот нравится беседы ни о чем вот давайте теперь уже перейдем к сам самой игре к позиционке да то есть почему глэйв выбрался в лес то есть за счет того то что глэйв находится в лесу ему проще гангать противников именно в лесу глэйв и раскрывается в полном своем потенциале до глэйва можно и пикать и на лайн и тогда в этом типа случае вы можете неплохо добивать криповочков там фармиться лучше но само собой основное место жития глэйва это лес да есть еще кстати я забыл конечно же про знаменитые сборочки саппортов глэйвов которые играют чисто от форсажа то есть там даун редакшны максимальный то есть тупо задача такого глэйва залететь во вражескую команду вытолкнуть вражеского керри и по возможности не умереть во вражеском стане потому что там очень маленький кулдаун получается на форсаж и за счет этого глэйв становится таким вот полу кочевником это в мете 3 на 3 еще было сейчас 5 на 5 это может конечно встретить реже но все равно периодически можно и таких вот саппортов найти да как вы видите сейчас вот эта игра за собран топорик собран топором в принципе два предмета наносит уже самый основной урон который есть углы его остается только bp но bp в принципе уже нужен именно для лейтгейме поэтому собирается там не вторым предметом и не первым уж тем более поэтому ребята аккуратно с bp никогда не собирайте bp первым или вторым предмет вторым еще можно после топора после маски всякого подобного потому что ну с чего вы будете стакать bp так вот смотрите вы тут очень красиво закрыли катрины вместе с глэйвом глэйв пытается на дамажит урону дети просто не наносит никакого урона по ордану то есть ордан забронирован но при этом сзади идут и вайра и батисты почему-то это игры даже не пытается напасть на них то есть никакого урона по танку такой сборочке само собой не наносит то есть для того чтобы выносить кочевников тут уже необходим как минимум bp чтобы стакать урон чтобы его можно было потом попору побольше наносить но врывается здесь варя вот вы видите по варе уже дамаг неплохой такой проносится плюс еще этот батист ну тут еще конечно и вокс подошел на вокс конечно же уже скорее всего сбп потому что вокс без бп это не вокс не успел посмотреть сборочку вот и поэтому смотрите да то есть выбирайте цели для глэйва глэйв без бп не наносит того самого урона для того чтобы была возможность уничтожать брузеров я уже в который раз про это повторяюсь и поэтому наматывайте это себе на ус и правильно позиционируйте себя так чтобы само особо если вы захотите вытанчивается какой-то урон там можно еще и масочку купить и позиции в купить но честно говоря мне не нравятся такие сборочки поэтому более такие классические через арбалет топор bp самое то что ни на есть classic classic правда пока вот это игры за почему-то он него и хватает денег он почему-то не купил себе бп очень странный момент потому что ну не хватает немножечко урона чтобы выносить ордана чтобы других кери можно было настакивать на ордане убивать да вот видите двенадцатый уровень как я и говорил прокачка 1 2 скилл форсированы и коронная способность прокачана только на два поинта до внизу тут начинается файт небольшой приземляется уже бледнокрыл нужно на месте ожидает кто-то того кто сможет его забрать и и и и катрин тут что-то летит пытается дать на глушение но ничего у нее не получается ну блин две с половиной тысячи вот этой гроза он до сих пор не знает что ему собрать видимо думал нужно ли ему собрать триггер либо же нужно ему собрать уже bp но триггер до триггеры или и монокли на эти предметы вполне неплохо на заходят в обоих случаях вы видите вот начинается у нас файт пытается тут батиснет у нас такивается неплохо кидается тут враги влетает глэйф просто моментально выкидывает варю варя почти уничтожается не она прижимает на себя все да тут уже плохо поставил батис клетку и смогли просто за счет одного врыва глэйфа уничтожить варю которая о скай что делает это скай она прямо впрыгнула в ультимейт селесты и глэйф показывает то что он идет закупаться да он закупается плюс еще отпушивает покупать ботиночки и пытается сейчас будет на отпушивать и дресса который тут пришел немножечко подамажить вот начинается очень странно пчану потому что под толпой миньонов под толпой миньонов драться конечно не камильфа плюс еще нету никакие никаких предметов накрыть то есть по факту скарф тут нашел и дресса пытаются они раскидаться с киллами но в принципе ничего не получилось да и дресс здесь по нам в наглую приходит забирать баф цепешный но это у него не получилось сделать и дресс впрыгивает в глоево глиф аккуратненько отпрыгивает и дресс почти забирает двоих за доджили чакрам слава богу а то было бы смешно если бы чакрам забрал глоева да и дресс неплохой тут такой цепь в пешный и дресс который неплохо так раздамаживает может прям двоих но в сплит пушеры это сплит пушер это отдельный прям класс героев да ты тайгерса оценивает тлен бытия всего происходящего и понимает то что в пешный дэв ему явно не помешает и поэтому принимает на решение немножечко пробовать свой в пешный дэв и видимо скорее всего будет до конца грейдить до атланта ну чтобы дать отдавать замедление плюс у и дресса тоже есть bp поэтому замедление автоатак по нему будет самым то игра здесь будет достаточно долго и поэтому комментировать нам тут много чего придется поэтому располагаетесь чувствуете себя как дома да 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 ходит ребята ищут да вот залетает теперь и дресс пытается он один в троих но вот никогда не играйте как этот и дресса какими бы вы сильными не были бы с одной стороны да он выносит одну селесту селеста это гипер керри но вынеси уничтожение которое будет очень сильно скажется на геймплее команды ты тайгерса вот тут вот был уже плохой врыв плохой форсаж то есть выкинули селесту совершенно не в ту сторону которую нужно зачем-то скарф с катрин продолжали файтится хотя глэйф уже отошел потому что он понимал то что бессмысленно там что-то пытаться сделать на вражеской стороне слишком близко к тауру плюс вокс находится на другой вообще половине карты и даже если начнется файта он не успеет подойти и помочь своей команде закупается и гида дополнительное хп дополнительный блок неплохо поможет плюс еще вытанчивается пешный урон тут я видимо ошибся я думал все-таки атлант будет закупаться на нет и ребята принимает решение быстренько забрать блин на крыло до видит они то что враги находятся на верхней линии не смогут они помешать в захвате плюс подходит тут селеста все вместе и быстренько забирается блин на крыло без каких-то либо шансов на отбор и его да вот именно как раз таки правильное быстрые захваты драконов это очень правильная вещь которая соло ранги зачастую бывает у команды противника хотелось бы так сказать уже да все что происходит интересное происходит у команды противников ваша команда никогда не может собраться по-нормальному всегда вы как-то жметесь по стеночкам и либо только когда уже со стопроцентной вероятностью вы можете забрать когда там убиты один или два противника начинается файт глав не поспевает к нему и дресс уже влетает в в союзной точнее бэклайн он почти убивает бедного скарфа в который тут вообще пытается тут что-то сделать на него прижимается фонтан катрин бедно умирает но смотрите на глэй в принципе неплохо уже настакиваются 9 стаков 10 11 стаков убивается и дресс пытается он собой забыть блочи скарфа влетает в скай просто уничтожает скай теперь в бедные вайры пытаются убежать да на вражатом ботинке она все-таки убегает не пытается тут кого-то найти глэй очень странно почему он не пытался нас так дальше уже на от ордания ну понятно здесь бегает батист нас таки уже спадают и уже делать особо ничего не получается у них пушится нижний line и конечно голове ходит его забирать почистить почему-то он не про юзал второй скил для того чтобы быстрее нанести конусный удар и тихо на line защищен то есть fight был в пользу конечно команды противников за счет того то что углов нас все-таки не успел подойти к началу файта то есть он подошел только в конце когда уже и 3 слова ворвался в бэклэйн бэклайн и там уже неплохо так нарезал бедного скорфа до закупается вот теперь атлант то есть вот это играется уже собрано почти флоу сборочкой не хватает только про обгрыженных ботиночек на кулдауны и на ман реген то есть в принципе уже почти в самом расцвете сил дамага и дефа а подлавливают скорфа пытаются там идрис поймать бедного скорфа скорф там как может только сопротивляется от этой версии этот момент спокойненько идет забирает в паба в паба всему нужен для замедления чтобы враги не могли так быстро убегать потеряли скорфа потеряли вокса потеряли и дресса то есть ребята так разменялись и теперь будет ли тут врыв да вот начинает настакиваться глав на вражеском ордане залетает в sky sky дают как только могут дефа поражали уже и атлант на ордан но ордана не хватает куда он редакшена как видите очень долго откатывается второй первый скил вот кое-как он откатился и видите просто не получилось не получилось враги слишком сильно оказали свое влияние но видно было то что скарф там просто отдался он просто пошел и на фиде можно так сказать против и дресса но можно сказать то что и не совсем на фиде там его встретили двое персонажей и поэтому у него ничего не получилось сделать враги попытались забрать черного когтя но союзники татайгреза не дают это сделать они отпущены под уходят рядом с ним намекают то что они здесь и не особо сильно на не надеяться на свободные забор дракона не стоит продамажена здесь уже команды татайгреза все-таки варим sky это достаточно два полку мы персонаж которые могут наносить такой рейнджовый полк неплохой хотя смотрите здесь нету камеры и в принципе ребята могли зайти на sky но видимо не успели это сделать там уже сбоку были ордан на камерах они запалились все команды татайгреза целиком сборе а вот уже наоборот команда противников по просажена немножечко и почему-то селеста просто принимает решение отпушивать line защитная клетка ордана очень непонятно и видимо он пытался как-то закрыть ой-ой-ой как батиск как много урона вошло в батиста опять впрыгивает и дресс пытаются забрать все место у него в принципе это получается делать но тускар вместе с глэйвиком убивают в ответ очку в этот момент в окс убил варю и в принципе файт сторону команды татайгрезом плюс тут сейчас глэйв добьет ордана до ордана добивается добивается ордана надо отпушивать line верхний и забирать уже черного когтя неплохой файт как видите глэйв не только способен вырываться во вражеский стан но и принял защищать свой бэклайн да конечно и дресс неплохой пупу бы получился здесь да то есть как видите он прожимает блоки понимаю на то то что враги могут его откидывать до забирается черный коготь ну а глэйв отпушивает верхний line чтобы на линия пушилась тоже вместе с врагами и можно было даже эйс поставили неплохо 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 это эйс от команды татайгреза все герои получили быстрое восстановление здоровья и вместе с черным когтем по центральной линии и татайгрезом по верхней линии сейчас будут ребята пушить но противники уже полностью вырезнулись за исключением sky которая отдалась последний и сейчас fight 4 в 5 плюс пуш с двух сторон ордан подходит зачем-то ну видимо да подошел сюда чтобы дать атлант дать клетку защитную прижимается блок заходит татайгрез в клетку и начинает пытаться нанести как можно больше урона по да выходит из-под рейнджа тауэра до тауры наверху падает умерли там еще и дресс и батист без ордана без сейлов падает центральный арсенал дракон дает прокаст в кристалл и как много урона от средства прилетает баньте селесту ребята обязательно баньте селесту это мое такое вам пожелание ну и само собой кристалл сейчас упадет но просто за счет бурста на счет дракона за счет оставшихся игроков а вот такой вот у нас гайдик получился на глава надеюсь вам такая сборочка понравится и радеясь то что таких главов я буду встречать чаще честно говоря хороший глав от этой игры за мной само собой хороший геймплей всем большое спасибо за просмотр надеюсь игра вам понравилось приходите на наши стримы смотрите наши видосики не забудьте поставить лайкосик и подписаться на наш канал большое спасибо до новых встреч